Барнаул с высоты птичьего полета. Красив, но чуть ниже, недостатки заметнее. Главное из них состояние дорог, особенно после зимы. Здесь даже не щебенка, тут строительный мусор, кирпичи. На что у жителей денег хватает, тем и засыпает. Огромные ямы в барнаульском пригороде привычны. На улице Партизанская асфальта не было лет 40. Здесь подвеска отсутствует, вон автомобиль, подвеска отсутствует. Почему? Да потому что здесь ездить невозможно. Мы ездим на машинах, мы платим транспортные налоги, мы платим все, а ездим мы не по дорогам, мы ездим по направлениям. Единственное, по словам жителей, одетая в асфальт улица Мамонтово, что проходит через администрацию. Ее капитально отремонтировали 4 года назад и латают каждую весну. Но этому есть объяснение, особенно межсезонье. Основное воздействие у нас проходит, получается, от воды. Вода, попадая в трещинки небольшие, соответственно, под воздействием низкой температуры расширяется. Тем самым расширяется сама трещинка. И под воздействием ударной силы колес проезжающих автомобилей уже трещина увеличивается, затем перерастая уже в выбоину, но затем, соответственно, в яму. А значит, нужен водоотвод. Асфальт быстрее просохнет и будет целее. Но с ливневками в Барнауле и других населенных пунктах не все так здорово. И это не единственный негативный фактор. Если мы верхний слой переложим, допустим, вот на какой-то этой дороге, она будет долго стоять, потому что тут ездят только легковые автомобили. Если мы то же самое применим конструкцию на, допустим, том же Комсомольском проспекте, допустим, Калинина, космонавтов, эта же конструкция разрушится буквально через 2-3 месяца, потому что она не соответствует тем нагрузкам. То есть возросшие нагрузки, более тяжеловесные автомобили, материалы остались те же технологии, допустим, тоже особо не изменилось. Возможно, возросшие нагрузки убивают и асфальт на Валтайске. Вопреки запрету здесь гоняют тяжеловесы. Микрорайон-дорожник без дорог. Ремонт последний раз был вот небольшого участка у нас вот здесь вот возле остановки, благодаря сайту убитые дороги. Но отремонтировали буквально метров 10, не захватив близлежащие ямы. Постоянно звоним, спрашиваем, нам обещают, кормят каждый год, что на следующий год будет ремонт. Вот ее как положили, ее не ремонтировали ни разу. Начиная с 2017 года и на городском собрании, и на комиссии по жизнеобеспечению, да, и делал много депутатских запросов на имя главы города о том, чтобы включили данную улицу в программу безопасной и качественной дороге. Но были все отписки. Обещали, обещали, ну и говорили, как всегда, вы держитесь, но денег нет. В этом году деньги на ремонт некоторых дорог на Валтайском найдутся, как и для ряда других городов. Общий объем, если мы говорим с городами и с дорогами регионального межмуниципального значения, будет порядка где-то 820 километров. По городам распределенный объем, допустим, там около 7 километров на Валтайске, 11 километров в Бийске, более 20 километров в городе Барнауле будет выполнено. А в Рубцовске готовы отдать под ремонт каждый километр. Его магистрали давно в антирейтинге убитых дорог страны. И даже после визита Минтранца в город ситуация резко не улучшится. Проблема таких муниципалитетов, как Рубцовск, в том, что собственных средств на приведение в нормативное состояние дорог нет и никогда не будет. Наша администрация смогла выделить только на ямочный ремонт 20 миллионов рублей. Последние три года правительство края выделяет Рубцовску дополнительно 100 миллионов рублей. А привести улицы в порядок помог бы миллиард. Такая сумма для относительно небольшого города за гранью фантастики. Другое дело, если бы фантастика коснулась самого дорожного полотна. Специалисты поясняют, что большей застойкостью будет обладать асфальт с модифицированным битумом. В себе он содержит температуры плюсовые и минусовые, в которых битум будет адекватно работать. То есть он будет находиться в упругом состоянии. Он не будет замерзать, становиться хрупким и не будет наоборот таять, становиться сильно пластичным, чтобы дорога у нас не текла и соответственно хрупким, чтобы она у нас не трескалась. На Алтае он в качестве эксперимента появится уже в этом году. Но не в городе, а на отрезке федеральной трассы в Колумбинском районе. А те, кто не готов ждать инновации, действуют сами. Некоторые водители не стали дожидаться дорожников и сами заделали глубокие ямы на семи улицах города. Так на кольце Павловский тракт Малахова автомобилисты при помощи подручных средств кирпичей заделали яму глубиной 16 сантиметров. Заплатка, конечно, временная, но она поможет уберечь авто от дорогостоящего ремонта. Некоторые регионы Сибири уже взяли на вооружение кирпичный рецепт. И вроде как-то дело-то хорошее и нужное в условиях недофинансирования, но есть большой риск, что такие временные меры войдут в привычку и автолюбители все чаще станут брать целостность своих авто в свои руки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.